Добрый день дорогие телезрители! Сегодня на календаре 3 декабря, пятница. Желаем всем удачно завершить рабочую неделю и максимально хорошо отдохнуть на выходных. Мы надеемся, что наша передача, как всегда, настроит вас на позитивный лад. Всем желаем приятного просмотра и прекрасного настроения. Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день дорогие телезрители! Добрый день дорогие телезрители! Добрый день дорогие телезрители! Сегодня Международный день инвалида. Проведение 3 декабря именно этого дня направлено на привлечение внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями. Именно защищает их права, защищает их достоинства, прав и благополучия. И сегодня в эфире мы познакомим вас с сильными личностями, которые смогли преодолеть колоссальные проблемы. И, конечно же, максимально приблизили свою собственную жизнь к полноценной. Я с большим удовольствием хочу представить вам наших уважаемых гостей. Это Анна Фролова, Хайрат Нугманов, Гордей Трещенков, Хамбар Сармалаев, Олег Исаев и Рима Утюшева. Их сила духа и безграничная вера в себя и собственные возможности достойна огромного восхищения. Мы еще раз восхищаемся вами. И я думаю, что наши телезрители сегодня также присоединятся к нашему эфиру. Поэтому, дорогие друзья, напоминаю, средства связи указаны на ваших экранах. Вы можете сегодня поздравить наших гостей с их праздником. Но хотя, наверное, и не назовешь это праздником проведения именно, ну и сложно, да, как говорится. Но и важность этого дня нельзя ее умолять. Поэтому еще раз рада вас приветствовать. Для начала хотелось бы задать общий вопрос. Вот для вас самих, что значит этот день, международный день инвалида? Сложно назвать вас, конечно, инвалидами, потому что вы действительно такие личности, которые добиваются успехов. И порой даже здоровый человек может вам позавидовать. Настолько вы достигли вот таких высот. И сейчас наши телезрители подробнее узнают, так как каждый из вас расскажет свою историю. Пожалуйста, Хайрат, давайте с вас начнем. Микрофон, пожалуйста, Хайрат, не забывай. Это грубо говоря, звучит грубо, день инвалидов. Хотя по-другому назвали бы, но праздник-то праздник. Хочу поздравить всех людей с ограниченными возможностями, с праздниками, никогда не унывать, идти вперед, не падать духом. Быть нужно сильным везде и во всем, особенно здесь, в голове. Тогда и все будет. И все будет окей, да, Хайрат? Да, окей. Спасибо. Хайрат, мы знаем, что вы являетесь и спортсменом по легкой атлетике, чемпионом даже. И участвуете на различных соревнованиях, конкурсах, танце без границ. До сих пор мы помним, как вы продемонстрировали здесь в студии, это было года два назад, если я не ошибаюсь, свой зажигательный танец. И сейчас хотелось бы узнать, чем вы можете сейчас еще порадоваться? Были ли какие-то изменения с тех пор, как вы участвовали здесь? Какими сейчас успехами своими гордитесь за последнее время? Да, в последнее время, но я тоже танцую и танцевал раньше, это да. И сейчас занимаюсь по легкой атлетике, метание копья, ядра и диск. Сейчас я не такой хороший призер, скажем так, да, не буду себя хвататься, не буду себя краску гонять. Но я то, что рад, что я занимаюсь в легкой атлетике для себя, потому что, знаете, когда дома сидишь, работаешь онлайн, ты себя, как бы сказать, ничем не занимаешься, полнеешь. А нужно заниматься и не только развивать свое тело, как двигалось. Ну, вы очень такой активный, мы знаем, постоянно видим вас на улице, несмотря даже на погодные условия, вы можете постоянно ездить на своей коляске, общаться с людьми, посещать различные мероприятия. Да, я любитель такие, меня иногда зовут, даже иногда не предупредя, говорят, надо туда, а мне это заранее сказать. И сразу вы садитесь? Да, сажусь, иногда по работе говоришь, предупредяешь хотя бы так заранее, что так надо выехать. Ну, ладно, хорошо, поддерживают меня с работы тоже. Спасибо. Теперь хотелось бы, Гордей, вам предоставить слово. Я думаю, что все в городе, почти многие, вернее, знают вас, как известного фотографа, профессионала своего дела. Действительно, ваши работы достойны восхищения. Мы сами к вам как-то ходили на фотосессии, до сих пор эти фотографии хранят такие теплые воспоминания. Расскажите нам тоже, пожалуйста, о себе. Вот вы сразу пришли к этому делу или все шло постепенно? Вот как вам, что нужно было для того, чтобы смириться с травмой? Когда пришло ваше осознание своего нового физического состояния? Ну, мне смиряться не пришлось, я с рождения же. Когда с рождения проще. Вот. Всем здрасте. Поэтому, ну, когда рождаешься, ну, это все равно, что сейчас вот мне еще там руку отрезать. И я, вот действительно, это будет уже смирение, то есть, потому что я знал, что такое, то есть, рука там какая-никакая, а это ее не будет, и это будет сложно. Поэтому я всегда, как бы, говорю, ну, с рождения проще быть инвалидом. Про праздник я, кстати, даже и не знал, если честно. От вас только узнал. Вот. Вот, я работаю, фотография, это у меня чисто хобби, я работаю в ТО Юнисерф уже на протяжении шести лет. Вот. Да, шестой год пошел. А фотография, как бы, начала в 2012 году увлекаться, и просто со временем немного пришлось из-за того, что сейчас техника дорогая, в коммерческую, как бы, линию уйти, чтобы хотя бы окупать, то есть, какую-то аппаратуру, потому что очень дорогая. А так, это больше хобби все-таки. Все-таки больше хобби. Ну, да, который просто иногда там приносит какой-то доход, вот, ну, не более того. Вот, все-таки основная, основной род деятельности, вот, в фирме работаю. Ну и как, нравится вам работа своя? Да, конечно. Приносит удовольствие, главное. И та, и та работа приносит, все приносит удовольствие, в принципе. В чем вы черпаете жизненную силу свою, источник вдохновения своих? Если вдохновение, то это фильмы, кинематограф, жизненные какие-то ситуации, уличные какие-то зарисовки, которые потом хочется реализовать. Ну, вообще, текущая жизнь, то есть, вся текучка, что происходит, все это, если немного, как бы, в мир грез войти, то и сразу же возникают какие-то образы, которые охота запечатлеть. То есть, представляешь, увидел какой-то момент там интересный, и уже думаешь, как бы ты его снял, вот. И всегда эти моменты, когда фотоаппарата нет под рукой, когда фотоаппарат под рукой, сразу ничего не происходит, все скучно, вот, как-то так. Спасибо. Теперь хотелось бы представить нашим телезрителям еще нашего гостя. Это Хамбар Сармалаев, и он является руководителем кружка стендового автомоделизма, да, моделизм. Моделизм. Представляет общество инвалидов именно городское, да? Общество инвалидов. Разгласно. Хамбар, вот эти уникальные, да, такие работы вы сегодня принесли к нам в студию, они именно сделаны руками ваших воспитанников. И мое есть. Те, которые приходят, кружковцев. Да, да, да. Расскажите нам подробнее тоже о своем кружке. Вообще-то я по профессии учитель черчения и рисования в 1976 году окончил Карагандинский педагогический институт, факультет худграф. С тех пор преподаю в школах, вернее, в школе преподавал в Костановском районе, в село Короба есть. Там гимназии я преподавал. Учил ребят рисовать, чертить. А это у меня дополнительное, как-то сказать... Тоже хобби? Хобби. Вот с этого и началось все. Ребятам говорю, давайте, ребята, что-нибудь еще сделаем, а? Макеты. Ребята сразу говорят, давайте, давайте, давайте. И началось это 15-17 лет назад. Сейчас я работаю в областном центре технического творчества. Это педагог дополнительного образования. Сейчас там ученики мои, я в 50-м школе работаю, одни, филиалы у них. Ученики мои делают разные макеты. Здесь макеты, вы как видите, военные техники одни. Это я с детства люблю, это военные техники, или как там, военные темы. Это мое с детства у меня. Прочитал много книг, кино. Но вот это я работаю все, кроме одного ученика, работа моих учеников. Они сейчас в 7-8 классе учатся, уже полтора-два года в кружке. Поэтому они могут сложные вещи делать. Вот они делают. Ну, уходит много времени, конечно. Например, этот танк, это 34-й, 6 месяцев делает где-то. Недели в два раза приходит, полтора часа работает. Учу, показываю, и они делают. Спасибо. Я еще раз напоминаю, дорогие телезрители, средства нашей связи. 28-58-69, номер прямого эфира и номер мессенджера ватсапа 8700-028-58-69. Звоните к нам, пишите, будьте активными, дорогие друзья. А теперь я хочу представить вам наших следующих героев. Это Олег Исаев и Рима Утюшева. Они тоже являются у нас спортсменами. И мне сейчас более подробно расскажут, поделятся своими успехами и достижениями. Кто первый начнет? Олег? Рима Утюшева. Пожалуйста. Рима. Если коротко о себе, то я, наверное, вот... Не волнуйтесь. Да. Научилась в детстве играть в шахматы. Научил меня отец. И вот с тех пор по жизни, как говорится, стараюсь принимать участие, вот когда приглашают на соревнования по шахматам. В 90-х годах закончила сельскохозяйственный институт на факультете экономическом. К сожалению, все это не пригодилось, поскольку в советское время нетрудоустраивали инвалидов, так скажем. Ну вот, кроме шахмат, когда участвую в шахматах, то занимаю призовые места в основном. Ну еще вот от общества Арба, от общества инвалидов иногда вот приглашают, стараюсь быть на всех мероприятиях, на концертах, там какие-то другие у нас интересные всегда бывают мероприятия. Кроме шахмат, ну, много читаю. Ну, нумерологией сейчас занимаюсь. То есть увлекаетесь, верите, то есть в нумерологию, в цифры. Да, получается, да. Но совпадает все с вашими какими событиями, жизнями. Да, интересная очень, кстати, наука, она же родилась еще в древности в Китае, в Египте даже, это вот система Пифагора, там все на этом основано. Нужно, наверное, глубже туда окунуться, чтобы понять, что значат эти цифры. Ну, очень интересная наука. Спасибо, Римма. Олег, пожалуйста, теперь вам слово. Ну, я, можно сказать, спортсмен, мастер еще, что ли. Ага. Занимаюсь по ремонту всего, что нужно там отремонтировать. Кандидат мастера спорта по плаванию, по стрельбе. Вот, когда узнал, что у нас есть такой спорт, вот, говорю, а на кого же нам равняться, есть какие-нибудь нормативы? Вот, а нормативы, оказывается, у нас такие же, как у здоровых спортсменов. Как бы нету таких каких-то нормативов. Ну, там уже стараемся, кто, что может сделать по этим нормативам. Угу. Спасибо. Как уже обратили внимание наши телезрители, если только кто подключился, если кто только подключился к нам, у нас в гостях собрались такие сильные, креативные, спортивные, творческие люди, которые идут к своей цели, добиваются их. И, наверное, радоваться жизни при любых обстоятельствах это и есть настоящее искусство. И этим самым вы доказываете, что нужно просто жить и радоваться любым мелочам в жизни. Анна, пожалуйста, тебе теперь слово, самое юное нашей гости. Но не смотрите, что она, несмотря на свой возраст, она уже и работает. Так что прямиком с работы к нам сегодня приехала. Или ты отпросилась сегодня? Ради такого случая тебя, надеюсь, отпустили с работы? Ну, конечно. Здравствуйте, дорогие телезрители. Большое спасибо, Лавура, за приглашение. Касательно сегодняшней темы, вот как сказал Кайрат сегодня, наверное, невозможно назвать это праздником. Я бы назвала это немножко по-другому. Это день, когда все сильные люди могут просто показать, что жизнь не заканчивается в стенах квартиры или дома. И могут показать всем остальным о том, что мы действительно на что-то способны, да, о том, что у нас действительно есть какие-то свои достижения. Что касается работы, да, действительно, я сегодня вот буквально на два часа отпросилась. Большое спасибо моему руководству. Безумно каждого люблю. Анночка, расскажи, вот, пожалуйста, у тебя столько достижений, но я думаю, что эфирного времени не хватит, если ты начнешь перечислять, где ты участвовала, какие ты места занимала, сколько у тебя медалей. Ну, вот самая вот такая победа для тебя очень значимая в жизни, это какая? Чем ты гордишься вот сейчас, в данный момент? В данный момент... Микрофон ближе, пожалуйста. Я горжусь тем, что закончила колледж, получилось устроиться на работу. И, наверное, если брать какие-то спортивные достижения, то это два таких самых значимых события в моей жизни. Это Кубок мира, Кубок континента в 2019 году в Санкт-Петербурге. И, наверное, чемпионат мира в Германии, в городе Бонн, хоть там не было каких-то призовых мест, но это очень важное для меня событие в жизни. Потому что первый раз поехать за границу, увидеть обстановку, увидеть людей, которые там проживают, инфраструктуру, город. Это, конечно, было безумно красиво и безумно для меня значимо. Спасибо, Анночка. Но всё равно, как и у любого человека, бывают какие-то минуты отчаяния. Бывает же ведь такое, да? Вот как вам удается справляться с этим? Может быть, Хайрат, поделишься рецептом, особым рецептом с нами? Когда ничего не хочется делать, когда руки опускаются, вот есть ли у вас какой-то свой рецепт, поделитесь секретами? Или у вас не бывает такого состояния? Нет, бывает. Почему? У всех бывает. Задумываешься, что же делать. Тоска, боль. У всех это бывает. Какая есть такой человек один, это он не у нас, без рук, без ног, не куч. Вот. Я иногда вспоминаю, как он говорит, объясняет, ну, это уже на английском. И почему он, я тоже могу сильнее быть. И вот вспоминаю, как он, люди его обнимали, ну, по видеозвонку, ой, не видеозвонку, а по ютубу я смотрел. Вот. Сильный человек. Надо быть тоже еще лучше. Олег, извиняюсь, гордяй, легко ли быть сильным? Вот скажи, пожалуйста, есть ли вот в вашей жизни, может быть, мотиваторы такие, которые дают вам тоже поддержку, и глядя на них, вот у Хайрата есть, и у вас тоже, может, есть такие люди, вы понимаете, что жизнь продолжается, и нужно идти к своей цели и бороться до конца? Ну, мне наоборот, антимотиваторы, как бы, есть некоторые, ну, знаю, которые, наоборот, в своей жизни немного прожигают, вот, и опираясь на них, понимаешь, что ты сделал уже, уже сделал куда больше, чем они, и, значит, еще можешь больше сделать, вот, скорее вот так вот. Меня вот это почему-то, вот такая антимотивация, грубо говоря. То есть это больше вас как-то симулирует, да? Ну, да, понимаешь, что уже то, что сделал, уже много чего сделал, в принципе, самое главное на достигнутом, там, уже стараться не останавливаться, то есть. Что для вас служит поводом гордости, вот, особым? Семья. Самое главное, семья, которая всегда вас поддерживает. Дети у вас есть, как вы поняли, дочка. А дочка тоже занимается, может быть? Ну, рисует. Фотографирует. Нет, что-то ей не зашло, вот, рисует. Ну, и я стараюсь, там, ей помогать, то есть, какие-то зарисовки, она подходит, там, просит, наверное, ты мне просто контурно нарисуй, а я уже закрашиваю, вот, нарисуешь, и она сама уже сидит, и потом пробует сама так же нарисовать. Потому что я сам в детстве рисовал, и супруга, в принципе, рисует, вся семья художников собралась. Вот, и как-то и дочка поэтому постоянно, ну, видит, что мама рисовала, ну, мама у нас сейчас, правда, не особо рисует, некогда, вот, а я вот стараюсь ей постоянно. Ну, вот такая у вас творческая семья, талантливые все. Ну, да, собрались. Собрались. Скажите, пожалуйста, вот, опять-таки, к вам перейду, вот, ваши работы, принимали где-нибудь участие на каких-либо выставках, может быть, вы показывали? Потому что мне кажется, обязательно нужно, да, продвигать именно, это же ведь уникальные такие. Этой работы пока нет, это мы готовимся, в январе будет выставка, а до этого я же занимаюсь этим 17 лет, например, через мои кружки разные ребята проходили. Вот, бывало, в международной Москве, один ученик мой, международный участвовал, победил, второе место занял, самое большое достижение было тогда. И бойку мира был, там участвовали ученики мои, тоже побеждали. Это республиканский, постоянно, второй, первый. Тоже занимают призовые места? Ну, второй, первый, хоть третий, в республиканском. А международным это трудно же. Конечно. И там еще. И даже там удостоились победы. Да, и даже в то время было такое, кто международным участвует, это ученики, дается сертификат. Они без экзамена, без энта поступают в институт. Вот мой ученик один окончил Джангархана. Тогда в этом, в Астане окончил этот институт, и там я остался работать, например. А он с шестого класса начал заниматься этим делом. И эти ученики тоже занимаются. Вот я тоже думаю, они тоже кем-то станут. Я вот готовлю как бы ты, будущие конструкторы. Вы конструкторы, будущие, вы будущие наши республики. Так я все время говорю, что вы сами лучшие. Работаем так. Спасибо. Спасибо большое. Олег, Римма, скажите, пожалуйста, вот все-таки людей с ограниченными возможностями порой беспокоит и равнодушие общества. Вот видите ли сейчас позитивные какие-то изменения? Пожалуйста, Олег. Ну, сейчас у нас правительство тоже приняло, вернее, ратифицировали, как это называется, закон об инвалидах, поэтому законы есть. Теперь все будет упираться только в исполнителей этих законов. Потому что некоторые люди просто могут относиться к этому. А, ладно, и так сойдет. Как говорится, из мелочей складывается уже вся наша жизнь. Поэтому надо, чтобы не только законы принимались, но и исполнялись они нормально, на месте, так сказать. Можно добавить? Конечно. Изменения есть, небольшие изменения. Вот я, как говорится, в советское время еще ребенком была. Сейчас вообще народ другой. Вот раньше мы сидели все по домам, видимо, от этого все шло. А может, нас не так много было, но факт тот, что был народ любопытный. Вот даже выйти я прям стеснялась. А сейчас вы уже и в прямом эфире участвуете, даете интервью. Хотя я раньше ходила гораздо лучше, вот, с тросточкой ходила, вот, и здоровее была, так скажем. Но, тем не менее, я всегда стеснялась, потому что народ, ну, дети, дети, старики как-то на нас обращали внимание. Вот, прям, знаете, без преувеличения, целые кварталы идут за тобой и наблюдают. Ну, может, это я лично говорю, извините, пожалуйста. Вот. Ну, вот сейчас абсолютно. И мне всегда нравилось, я ездила вот в Эпаторию, в Крым, и там вот народ немножко другой был. Там как-то никто ни на кого не обращал внимания. Хочу сказать, сейчас, да, так вот, общество с нами считается. То есть все равно есть, да? Нет, сейчас такого нет, чтобы... Позитивное, да, изменение, то есть вы видите. Сейчас позитивное изменение. И вообще я хочу сказать, что мне по жизни вот встречаются очень хорошие люди. Я не знаю, я вот благодарю Аллаха за это, то, что всегда меня окружают очень хорошие. Потому что вы сами хорошие, искренние, с добрыми сердцами. Отчего это значит? Поэтому и на вашем пути встречаются такие же люди. Тянутся очень много людей, да, мне порой не хватает времени вот отвечать на звонки. Вот. Спасибо, Римма, спасибо. Я еще раз напоминаю, дорогие телезрители, средства связи 28 58 69, номер прямого эфира и номер мессенджера WhatsApp 8 700 028 58 69. Сейчас прервемся буквально на несколько минут на небольшую музыкальную паузу, а далее мы вернемся к нам в студию и продолжим передачу. Не переключайтесь, оставайтесь на нашем канале. Продолжение следует... 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 Но времени у нас мало эфирного, остается всего лишь 7 минут, поэтому хотелось бы сейчас каждый, чтобы из вас сказал теплые слова, может быть у вас будут какие-то пожелания, или вы хотите передать привет кому-то близким, своим родным людям, свободный микрофон у нас, поздравить с праздниками, у нас вот близится 30-летие независимости нашей республики, там не за горами Новый год. В общем, декабрь у нас богат праздниками, пожалуйста, Гордей. С наступающими, со всеми праздниками, чтобы все было хорошо, чтобы мирного неба нам над головой, всего всем самого наилучшего. Привет, не хотите никому привет? Привет. Да я не знаю сейчас, смотрят меня, не смотрят. Ну, коллективу своему ТО Юнисерф привет, если кто смотрит в семье, привет. Но они точно не смотрят. Но потом посмотрят по ссылке в нашем канале. Ну да, бабушке, маме привет. Обязательно. Все. Спасибо, Хамбар. Что сказать. Всем... Вот скоро будет праздник, 30-летие. Всем поздравляю, всех. Привет. Передаю обществу инвалидов. Там хорошие ребята работают. Они думают про инвалидов только. Для них работает это общество. Вот, например, Арба тоже. И наше общество, которое я городское, тоже. Там, например, областном работает председатель Кужанов. Давно работает. Он занимается, например, этим делом давно. А городском есть Ерген. Тоже они работают от души. Для инвалидов все делают. Стараются что-то для них хорошее сделать. Вот это... Иногда смотришь на них и думаешь, молодцы. Одну минуту только. Да? Дайте. Вот 10 лет назад я встретил Гордея. Такой шок был у меня. Я, говорю, с одной рукой, с одной ногой делаю что-то. А когда Гордея делал, открыл мой телефон, вынял симку оттуда, поставил свою, закрыл, поговорил. Опять обратный процесс. Я говорю, ахнул, как это он? Вот после этого уже я думаю, дай Бог, спасибо. А как он фотографирует? Что-то я могу делать, оказывается, еще лучше моих делают некоторые ребята. Вот Гордея. 10 лет уже прошло, да? Мы случайно вместо в Алмату ездили в одном купе бабушкой. Так и мы познакомились. Ну, по пути же смотришь, как он, что, что, как. Вот молодец. Господь, я говорю, тебе вот, ты мой, как сказать? Кумир. Кумир, да. Каждый из вас достоин восхищения, аплодисментов. Да, вот восхищаюсь этим парнем. Спасибо, спасибо. Три минуты остается, пожалуйста. Вкратце, Айра. Вкратце хочу поздравить всех с праздником. Никогда не унывали идти вперед с улыбкой. И хочу привет передать своим родным, близким людям. Маме и папе. Родители, это самое святое. Молодец, Тера. Олег. Ну, впереди праздники, значит, всех с наступающими праздниками. Особенно самый такой у нас, наверное, яркий – это Новый год. Поэтому с наступающим Новым годом вас. Да, да, конечно. Вот, и, значит, ну, всего хорошего, чтобы всегда было что-то хорошее и только надежда на хорошее, наверное, чтобы думайте только о хорошем. Как говорят, что ваши мысли материальны, будешь думать о хорошем, и все будет хорошо. Поэтому думайте только о хорошем. Ну, счастливо. Всех. Спасибо, Римма. Хочу поздравить всех с наступающими праздниками, Днем Независимости. Это уже 30 лет будет. И с Новым годом. Ну, что пожелать? Хочу пожелать, чтобы два года было очень сложных, тревожных. Вот, хочется пожелать, чтобы мы вышли из этого, как говорится, из этой ситуации, да, из пандемии. Ну, и у каждого, наверное, есть свои планы какие-то, задумки. Ну, желаю, чтобы вот настало время, чтобы можно было осуществить эти планы. Спасибо. Особенно у молодежи. Спасибо. Ну, и всем жителям Мураска желаю здоровья, счастья, всего хорошего. Спасибо большое. Я хочу поблагодарить вас за участие в нашей передаче, так как уже время у нас на исходе. Хочется пожелать вам крепкого физического здоровья, стойкости духа, неугасающей уверенности в себе, храбрости, счастья и удачи. Желаю быть вам всегда востребованными, важными, ну и, конечно, очень нужными. Еще раз благодарю вас за такую мультивацию, за такой стимул. Вы нас зарядили вот такой мощной энергией, и я думаю, что после этого эфира всем нашим телезрителям будет все по плечу. Потому что не бывает, да, безвыходных ситуаций, всегда можно найти выход из любого. Нужно, главное, верить, действовать, искать в себе силы и желание жить и творить. А на этом я с вами прощаюсь. Всем приятных выходных и до встречи на телеканале Аджейк.